Историческая находка, давнее массовое захоронение найдено в Волчихинском районе. Федеральный транш, в каких районах края осенью отремонтируют мосты, разрушенные во время паводка. Береги смолоду, почему дети все чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Порядка 170 миллионов рублей потребуется на разработку инженерной защиты от подтопления грунтовыми водами в Рубцовске. Об этом доложил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попридухин в ходе выездной встречи с в Рио губернатора Виктором Томенко. К разработке проекта обновление дренажной системы города планируют привлечь специалистов профильных институтов и ведомств. Их проекты будут учтены в региональной государственной программе охраны окружающей среды уже в будущем году. Мы полностью по северо-западной части города Рубцовска выстроим всю необходимую систему, начиная от дренажных каналов и заканчивая системой подземного дренажа. Будет заложено. То есть это уже гарантированно обеспечение сегодня отсутствия грунтовых вод на поверхности земли. Мы практически дадим возможность сегодня беспрепятственного существования населения на этой территории. Стоит отметить, что проблема подтопления грунтовыми водами в Рубцовске обострилась весной 2017 года. В тот период на всей территории города действовал режим ЧАЭС. Было подтоплено более 600 домов. Тогда на восстановление дренажной системы было потрачено более 5 миллионов рублей из краевого бюджета. В Алтайском селе случайно раскопали груду человеческих костей, сообщает комсомольская правда Барнаул. Предположительно, это древнее захоронение. Какие еще новости попали в поле зрения журналистов Сибирской медиагруппы? Смотрите в обзоре. На груду старых человеческих костей наткнулись рабочие, которые перекладывали трубопровод в селе Волчиха. В следственном управлении Следственного комитета края считают, что захоронение давнее. Тем не менее, по данному факту проводится доследственная проверка. Назначен ряд экспертиз, в том числе генетических. Следствием устанавливаются обстоятельства образования массового захоронения людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишут журналисты комсомольской правды Барнаул со ссылкой на ведомство. Жители северной части Новоалтайска жалуются на плохие дороги и боятся быть отрезанными от города, сообщает полиция Брум. Многолетние ямы, похожие на лунные кратеры, находятся на всем протяжении улиц 2-й Луговой и 2-й Вокзальной. Дороги здесь не ремонтировали с момента распада СССР, жалуются жители. Новоалтайцы переживают, что северный микрорайон со всеми его десятью тысячами останется отрезанным от города, так как по дорогам сложно передвигаться не только людям, но и автобусам и автомобилям. С просьбой провести проверку по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей администрации Новоалтайска по содержанию ремонту дорог в прокуратуру обратились представители общественной организации «Гражданский патруль». Тем временем в Бийске планируют сохранить льготы пенсионерам по транспортной карте и после повышения пенсионного возраста. Людмила Бузунова, председатель Комитета по социальной политике Думы Бийска, ее однопартийцы и единороссы намерены выйти с предложением сохранить начисление на социальную транспортную карту. Сейчас для ее пользователей женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет начисляют 500 рублей. От фракции вопрос, внесен на рассмотрение Комитета по социальной политике, после будет вынесен на заседание Думы, сообщает Бийский рабочий. Татьяна Голубева, Наши новости. Более 180 миллионов рублей дополнительно получит Алтайский край на ремонт и строительство мостов. Средства пойдут на устранение последствий весеннего паводка, который разрушил сооружение. Чтобы можно было проехать сразу после того, как вода ушла, мосты частично отремонтировали. Из бюджета края на это было выделено 50 миллионов рублей. В июле после встречи в Рео губернатора края Виктора Томенко с Дмитрием Медведевым, на которой обсуждалось финансирование дорожной отрасли региона, председатель правительства подписал документ о выделении 182 миллионов рублей Алтайскому краю. На эти деньги планируют построить и отремонтировать 38 мостов на дорогах регионального и муниципального значения. Уже известно, что средства точно поступят в Краснощоковский, Петропавловский, Солонешинский, Усть-Пристаньский, Черышский районы края, где большая вода нанесла серьезные повреждения. Деньги, как сообщили в региональном Минстру и Трансе, поступят в край в ближайшее время. Дети все чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этом году в крае стартовал проект «Здоровое сердце ребенка». В обследованиях приняло участие почти 5000 человек, и более 60% из них заключили врачи, имеют факторы риска. Специалисты Центра медицинской профилактики накануне обследовали учеников одной из барнаульских школ, рассказывает Елена Кузовкина. Береги здоровье с молоду. К сожалению, большинство болезней, которые беспокоят человека во взрослой жизни, он приобретает в детстве, говорят врачи. В этом году в регионе стартовал проект «Здоровое сердце ребенка». Специалисты краевого Центра медицинской профилактики уже побывали в Бийске, Белокурихе, Новоалтайске, в районах края. Сегодня они начали работу в барнаульских школах. Берут анализ крови на сахар и холестерин, измеряют рост и вес ребенка, проводят комплексную диагностику дыхательной системы. Здесь учитывается и вдох, и выдох, и плавный выдох, и быстрый выдох. То есть все вкупе получается, сколько процентов работают легкие. Некоторые из обследованных детей уже прошли лечение у кардиолога. Есть подростки, которых отправили в федеральные центры страны, поскольку удалось на ранней стадии выявить серьезные сердечные недуги. При этом никаких тревожных звоночков сердце у этих детей не подавало. Они чувствовали себя совершенно здоровыми. Самые неприятные вещи, то, что мы в 11 с небольшим процентом нашли нарушение толерантности к глюкозе. Если сейчас не изменить пристрастие ребятишек к сладкому, к фастфуду, то в последующем, особенно там, где есть какие-то наследственные предрасположенности, это может быть диабет. Обследование проходят дети 12-летнего возраста, поскольку именно в этот период жизни, по заверению специалистов, формируется проводящая система сердца, происходят гормональные изменения. Здоровье детей, говорят врачи, во многом определяют привычки и образ жизни, которые закладываются в семье. Я занимаюсь часто спортом, я разнообразно питаюсь, то есть не ем однообразную пищу. Я хожу постоянно, то есть прогулки, у меня свежий воздух. Ежегодно факторов риска становится все больше, поэтому и число нездоровых детей, отмечают врачи, растет. Обследовать детей в школах медики начали в этом году, и проект, по всей вероятности, будет востребован еще долго. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. Наумеренно и заметно теплее. В Олейске, Белокурихе и Славгороде 19 тепла, плюс 20 ожидается в Бийске и Заренске, 21 в Зминогорске, до 22 в Камне-Наби. В Барнауле без осадков, днем воздух прогреется до плюс 19. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. А у меня на этом все новости. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова